Нет, я буду все делать сама. Я буду все сама делать. Вроде все есть, команда есть, клинки есть, бюджеты есть. Но дома-то не чисто, дома-то грязно. Так это Сашка виновата, она не сделала. Ты говоришь, да это Ирка, там все это неправильно сделала. Менеджмент жизни, это тоже работа. Спасибо большое. Можешь теперь за деньги поработать? Просто гений, просто гений. Реально, вот просто. Подкаст Саши Митрошиной, матери бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Всем привет, меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше вела передачу на радио, теперь веду этот подкаст «Матерь Божья». Здесь я разбираю все, что связано с блогингом, с продажами, с бизнесом, с саморазвитием. В общем, если ваша цель — это улучшать свой уровень жизни, больше зарабатывать, проявляться через социальные сети, продавать в социальных сетях, то вы в нужное время, в нужном месте. Так что подписывайтесь на каналы или на те площадки, на которых вы, возможно, слушаете этот подкаст в аудиоформате. Может быть, вы сейчас на Яндекс.Музыке меня слушаете, может быть, на Apple подкастах. В любом случае подписывайтесь, потому что здесь регулярно выходит тот контент, который вам нужен. И сегодня впервые, ладно, наверное, не впервые на этом канале я затрагиваю данную тему, но именно такой глобальный масштабный выпуск будет посвящен крайне важной теме для абсолютно всех, кто хочет даже не то, чтобы бизнес делать, не то, чтобы предпринимательным быть, а вообще строить свою жизнь. Потому что именно с этого шага, вот с какого-то даже мысленного шага разрешения, решения этого делать, начинается путь предпринимателя, даже если это пока что на маленьких масштабах. Я, наверное, говорю сейчас загадками. Давайте просто объясню, что сегодня будет речь идти про делегирование, про команду, про найм, про то, как нанимать людей, что перекладывать там на них, как их не контролировать. В общем, обо всем, что связано с работой с людьми в рамках своего бизнеса или в рамках своей деятельности. И позвала я сегодня в гости удивительного человека. Я супер рада, что ты пришла. Я просто с таким воодушевлением и нетерпением ждала эту запись. Ты не представляешь. У нас в гостях сегодня Ира Подрез, эксперт по продажам, предпринимательница, блогер, которого я смотрю уже, ну, я не знаю, много лет, наверное, лет пять точно смотрю, употребляю контент. И подкаст твой слушала, когда он еще выходил. Вебинары покупала несколько штук. Единственное, что не ходила на какие-то масштабные программы, потому что, видимо, я не была тогда целевой аудиторией у тебя. Я помню, была «Как продавать легко и дорого», да? Да, долгое время мы на ней специализировались. И как-то я вот не находила себя, возможно, там, клиентом. Так бы, наверное, пошла, потому что меня безумно восхищает, как Ира строит свой бизнес. То есть она очень много лет предпринимательница в разных нишах. Сейчас последние годы развиваются в инфобизнесе, в блогинге. И я прям обожаю, вот ты красиво это делаешь. Причем я знаю, что за этим стоит огромный труд именно по выстраиванию процессов, по командообразованию. Сегодня буду тебя мучить, чтобы ты раскрыла нам все секреты. И еще раз повторюсь, это полезно не только для предпринимателей, уже с опытом, потому что, ну, у многих есть такое возражение, что, как бы, казалось бы, делегирование для тех, кто уже, наверное, что-то делает, но и для тех, у кого даже еще, возможно, работы на себя и нету. Делегирование это же и найм в том числе касается. Как выстроить вообще отношения с сотрудниками в найме? Даже если у тебя один подчиненный, ты ему тоже как-то должен отдать. И непонятно как, если ты никогда этого не делал. В общем, мы, когда обсуждали эту тему, мы пришли к тому, что на самом деле она нифига не узкая, она достаточно широкая. Ну и предприниматели, блогеры, вы тоже найдете для себя порядочное количество фишек. Я надеюсь, что мы до них найдем, мы их обсудим. В общем, не переключайтесь. Давай начнем с такого, наверное, личного немного вопроса. Я знаю, что у тебя год назад был развод, что у тебя, в принципе, очень сложный год, такой кризис трансформационный, и на какой-то момент ты, ну не то, что отошла от дел, то есть ты как будто от старых каких-то своих программ, которые ты продавала, от старого подхода к бизнесу, ты пошла во что-то новое. Можешь рассказать, какой у тебя сейчас период как предпринимателя, как эксперта, как человека? Я бы, наверное, сказала, что это период вообще перезаписи всего, потому что был один фундамент. И я не скажу, что он типа стерся, но вот он глобально изменился. То есть нужно было пересобрать, разобрать на кирпичики и заново сложить что-то новое, интересное в той форме, в которой тебе хочется, потому что я объективно много лет уже в предпринимательстве, долго не шивалась на продажах, и на ребятах, которые как раз-таки где-то до миллиона, им нужно было показать, как этот первый миллион заработать, из чего, каким образом работать с экспертностью, как ее правильно транслировать, работать с клиентами. И я как будто, не то что там сказать подустала, мне просто стало уже не так интересно, потому что у меня случился сильный разрыв. Я давала методики, алгоритмы, инструменты своего развития 2018-2019 года. На секундочку, сейчас 24-й, и поэтому в 23-м это уже был приличный четырехлетний разрыв между тем, какая экспертность у меня есть, между тем, какой опыт я накопила, и между тем, что я сейчас продаю. И поэтому 23-й, это был такой год, наверное, исследовательский, потому что я много пробовала, я много общалась с предпринимателями, я много лично работала именно вот в таком формате плотном, где я еженедельно вижу то, как развивается бизнес у других людей, и много могу анализировать. То есть как будто бы это такой был опыт, когда я собирала новую инфу, а что вообще в поле, что в рынке. У меня было убеждение, что онлайн это вот так строится, и здесь я хороша, и действительно мне, не то, что нет рамок, но я один из действительно людей, кто, не знаю, дает что-то очень фундаментальное. А в офлайне как будто бы все по-другому. Но когда я в этом году отработала целый год плотно с ребятами из офлайна, я поняла, что, блин, да нет. Я просто очень системная и действительно запаривающаяся по куче мелких процессов. Не знаю, наверное, задрот по эффективности, я не люблю расходовать просто так деньги, ресурсы вообще, время. И поэтому я такая, а мне есть что рассказать и здесь. Вот, поэтому с каким-то таким очень большим, наверное, воодушевлением, наверное, радостью, которую я давно не испытывала к работе, мы заходим на новый этап, и я чувствую, как в компании и у сотрудников это ощущение возникает, типа, ага, мы наконец. Это ощущение, знаете, когда на американских горках едешь, вот есть момент, когда ты наверх еле-еле-еле поднимаешься, а потом этот момент кайфа, когда ты сейчас поработаем. Вот, наверное, какой-то ощущение. И потом этот момент, это запуск уже. Да. Вот, но это весело. Вот, я давно хотела вернуть ощущение в работу, где мне прям весело, классно, мне драйвово, у меня много энергии здесь. Вот, поэтому она сейчас возвращается, и я этому очень рада. Я правильно понимаю, что теперь твоя ниша — это, в принципе, бизнес, в принципе, предпринимательство, не только узкая тема продаж. Ты как бы расширилась, но объективно ты шире, чем продажа. Это всегда было понятно. Да, я на самом деле здесь просто вывела сейчас на передовую связку маркетинга, продаж и команды, что здесь немаловажно, надстраиваю на это мышление собственника, потому что, если раньше я видела как будто последствия, здесь последствия в продажах, здесь в маркетинге, то сейчас я понимаю, что у этих последствий есть какое-то начало. И вот эта связка, она стала настолько интересной, я такая, а-а-а, вот она откуда. Мне всегда нравилось копаться, и сейчас как будто у меня больше фактуры на это появляется. Вот, и шлифуем это просто медийностью, потому что это запрос многих. А как сделать так, чтобы я и предпринимателем был, но не зашкварным, вот из этой серии, потому что это как многие думают, ну я не пойду в блогинг, потому что здесь одни там какие-то девочки-припевочки, и у них у кого интеллекта здесь нет. Я когда в бизнес-общество другое зашла, и смотрю, многие такие известные, довольно плотные ребята, и такие, а что там у вас в Инстаграме? Вот в этом. Я такая, блин, интерес есть, люди просто не понимают, как сюда правильно выйти. Зато когда они твои обороты узнают, и твою маржинальность. И с тем, сколько у меня людей в команде, они вообще по-другому начинают воспринимать, и они уже вопросы совершенно другие задают. То, как устроено в инфобизе, дай бог вообще так многим устраивать, потому что все равно мы здесь сильно заточены больше на цифры, мы сильно здесь больше понимаем в сквозной аналитике, и, как сказать, мы больше, наверное, заточены на итоговый результат в соотношении ресурсов, которые мы тратим. Потому что очень мало бизнесов, которые действительно понимают, что было на входе, что им дало на выходе. Потому что, как правило, они на входе вливают, 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 на выходе что-то получают, потом говорят, ну, наверное, в перспективе это где-то выстрелит. Нет, у нас есть очень четкий интервал. Вот начало запуска, конец запуска, начало запуска, конец запуска. И никто вот пролонгированным эффектом как бы не мыслит в формате, ну, нет, это не получилось уж, да, мы сейчас через 2-3 запуска это ничего не сделаем. Нет, там мы тоже сделаем. Ну, как будто бы и здесь очень важно. У нас как будто обратная проблема. У нас очень часто наш рынок мыслит вот здесь и сейчас. Да. Да, вот у нас скорее в обратную сторону. Здесь, кстати, можно классно, мне кажется, сбалансировать это. Потому что, если ты умеешь делать результат, то как будто проще научиться мыслить долгосрок, нежели когда ты не умеешь делать результат, и тогда насколько бы далеко ты не мыслил, там все равно зеро. Поэтому, мне кажется, здесь как будто у нас более выигрышная. Ладно, все, мы себя поговорили, мы все, а мы-то, ух, оправдались, так сказать, что мы не инфо-цыгане там всякие, да? Да. Давай поговорим про базу делегирования, про базу найма. Возможно, развеем какие-то мифы, которые есть в головах у людей. Вот по твоему опыту можешь рассказать, пожалуйста, откуда вообще начинается делегирование и кому оно нужно? Мне кажется, что делегирование, вообще в самом широком смысле, нужно, если не всем, то, наверное, 80% людей точно. Потому что элементарно это касается вот нашей бытовой жизни. когда, как сказать, люди закапываются настолько сильно в быт и говорят, у меня нет времени на саморазвитие, у меня нет времени на жизнь, у меня нет времени там на веселье, на семью, еще на что-то. Начинаешь анализировать, а что делает человек? Он говорит, ну вот я делаю вот это, вот это, вот это. И там, как правило, я стираю, убираю, готовлю, отвожу кого-то в сад, забираю с сада. И очень много рутинных действий, которые на самом деле можно делегировать, причем за очень маленькие деньги. Это не нужно, там для этого миллионы, миллиарды. И даже на самом деле распределение функций внутри семьи, это же тоже делегирование некое. Потому что когда женщина говорит, нет, я буду все делать сама. Я буду все сама делать. Потому что если она мужу дает какую-то часть обязательств, она уже такая, а чем мне его вечером попрекнуть? Мне как будто бы и нечем. Потому что если он работает, пришел и говорит, ну нет, я работал, ты работала, ее обязанности мы пополам поделили. Вроде как будто бы не такое выигрышное положение получается. И вот здесь момент с вторичными выгодами интересный. Это, мне кажется, такая отдельная тема, в которой можно долго копаться. Но фишка в том, что в любом случае делегирование это про, не знаю, наверное, про умение жить свою жизнь эффективно, чтобы в ней и все-таки было что-то помимо быта. И тем более, если мы говорим про предпринимательскую часть, чтобы в ней было что-то помимо работы. Потому что предприниматели упахиваются в работу так же, как домохозяйки упахиваются в быт. Это эквивалентная ситуация. Ты знаешь, есть вот эта тема, что ты целый день что-то делаешь, ты устал, и ты за KPI принимаешь вот это чувство усталости. Вместо того, чтобы следить за собственным результатом. Это как в быту тоже. Ты что-то делал, что-то делал, там живешь жизнь, решаешь какие-то вопросики, там, кто-то тебе написал, этот написал, там, ты с этим договорился, с этим договорился. Как бы к вечеру ты устала, да, значит, поработала. Эффективно. Эффективно, да. По факту же нифига неэффективно. И у предпринимателей, и просто там не у предпринимателей это. Замечала такое? Сто процентов. Я сегодня пока шла к тебе. Короче, запуталась в дороге и поняла, господи, почему я давно вообще не занимаюсь своей жизнью. У меня водитель какой-то привозит, и стенка что-то делает, там, дом управительница. Потому что я здесь запуталась в домах. Пока я ходила, искала выход, заход еще куда-то. У меня суммарно ушло полчаса. Помимо времени, которое казалось, ну полчаса и полчаса, ну ничего тут побродило. Ну нет, там есть тревога, там есть злость, там в целом поднимается ощущение такое, что уже немножко я начинаю вставать, потому что эмоции интенсивные поднимаются. Когда я нахожу, я потом немножко выдыхаю и как будто расстраиваюсь, что я на эти полчаса потратила, она как будто бы бесполезна, на самом деле, история, что я просто ходила, искала условно дом. То же самое делают глобальные люди в жизни. Здесь я сначала искала что-то, а тут я потом, не знаю, еще чего-то организовывала. Хотя у меня раньше, кстати, история такая тоже была. Я всегда считала, что я, короче, умнее всех, поэтому я буду сама искать маршруты. Я в целом более организованная, поэтому я точно, не знаю, подготовлю правильно документы в поездку и все такое. Я в аэропорту лучше ориентируюсь, у меня все хорошо, у меня нет кретинизма и так далее. И я в итоге там, даже в группе, когда мы куда-то ездили, я была самая уставшая из того, что я постоянно что-то делала. И это не приводило, ни какой-то сатисфакции такой, я ничего не получала от этого, кроме усталости, раздражения. Ну и такого внутреннего поглаживания, наверное, справилась. А вот без меня бы не... Да, и сели бы в аэропорту и вообще никуда не уехали бы, просто все бы плакали. Для контекста, кто может быть на Иру не подписан? Ира вообще королева делегирования. То есть, мне кажется, мы с тобой чисто вот поэтому похожи. Я всегда смотрю твои истории, такая, да, моя. Потому что я сама, наверное, года три назад у меня был прям переломный момент, когда я уже, будучи предпринимательницей, уже хорошо зарабатывая, уже имея там ассистентов и так далее, я провела такую, знаешь, генеральную уборку своей жизни. Я обратила внимание на те процессы, которые я все равно продолжаю делать. Типа, например, я почему-то сама стирала. Ты их выписала? Да, я все выписала и все просто убрала. Я, допустим, знаешь, что поняла? Такое тоже для вас, на самом деле, будет, наверное, для многих инсайт, что менеджмент жизни — это тоже работа. То есть вот эта вот штука там, вызвать клининг, встретить клининг — это еще, это только самая первая ступень делегирования, когда ты вызываешь только подмогу. Но пока ты являешься человеком, который отвечает за конечный результат чистота в доме, ты все еще работаешь на быт. И, допустим, сейчас у меня есть конкретный человек, который отвечает за конечный результат, который выглядит, ну, он четко прописан на бумаге, что дом чистый, поверхности чистые, тут такие дозапасы сделаны, тут то-то, то-то, то-то. Вообще неважно. Даже уже не я пишу этот регламент. И уже я вообще не участвую в том, что там какой-то клининг куда-то приходит. Я не проверяю его работу. Вот, прости, господи. Это, кстати, важно. Потому что ты не хочешь потом как... Это, знаешь, не проверяешь. Не смотришь, ты там пыль не пыль. И абсолютно все дела, которые у меня остались бытовые, они остались только потому, что я сама их хочу делать. Вот, например, ходить за продуктами и не такая, как Вашан, типа, знаешь, с тележкой, а вот в супермаркет возле дома, когда я посреди рабочего дня спускаюсь, выбираю там эту пачечку голубики, стейк-лосося и, ну, такая, домой, чтобы прерваться просто от работы и позаботиться от себя. Это да. И то, если я захочу, этого не будет. Вот. И для меня вот ты в этом плане огромный образец, потому что у тебя, ну, вот с этими процессами прям все в порядке. То есть я прям вижу, что ты, как и я, очень сильно понимаешь ценность вообще своей ментальной энергии и не разбазариваешь ее куда надо. И мне кажется, что в этом как раз один из секретов роста, один из секретов успеха. Мне кажется, здесь 100%, потому что я тоже делала такой список, но я просто делала список, знаешь, типа, что тянет из меня энергию. Выгружала там вообще из всех сфер, и бизнес, и личную часть. И когда начала тоже методично просто это убирать, что-то убирать, что-то делегировать, я просто офигела от того, какое количество энергии у меня остается. И тогда появляется пространство. Есть, кстати, по-моему, не по-моему, исследование, в общем, есть, что нужно 40 минут свободного мозга для того, чтобы пошла креативная какая-то часть. И по факту у многих предпринимателей, и вообще в целом у людей, неважно, где они работают, все равно это креативная, креативная какая-то работа, нужно что-то придумать. Нет этих 40 минут. И люди барахтаются в одном и том же месте, потому что 40 минут это большая роскошь. Капец, это супер инсайт. То есть на самом-то деле получается, чтобы мы принимали нормальные решения, а ведь наш продукт, как у предпринимателей, это не чистый пол у нас дома, объективно, да? А это принятые решения, грамотные принятые решения. И нам для этого нужно просто пространство и время. Пространство и время, и причем у тебя же не одно такое решение. Ты в день их можешь какое-то количество сделать. Соответственно, между каждой трацией тебе нужен зазор. А он у кого есть? Ну, у единиц. Потому что люди привыкли, что они сели, сколько-то действий делали, встали, и вот это эффективная работа. Там нет ничего эффективного. Кстати, я у тебя взяла историю, по-моему, года два назад, когда ты говорила о том, что эффективно можно работать только четыре часа в день. Я еще такая, ой, типа... Слабачка. Да, типа, Саша опять, короче, какую-то историю прогоняет, мол, эффективную. А потом такая, знаешь, у меня есть особенность с тем, что я сначала как бы сопротивление включаю, а потом такая, блин, ну вот она же куда-то это взяла, она как-то это все равно уже внедрила, что-то у нее с этим получается, думаю, я просто попробую. Это как допущение. Допустим, это реально так. Типа, что если я просто вот, как сказать, действительно на каком-то базовом уровне начну это внедрять? Я офигела, когда количество часов сократилось, а эффективность выросла. Потому что это кажется, что, ну, как сказать, типа вот от объема работы это зависит. Я в прошлый год, ну, если, не знаю, вот суммарно месяц отработала, вот прям плотно, потому что был действительно кризисный сложный период, и я по количеству часов работала очень мало. И мы при этом смогли удержать такой большой результат. Я думаю, блин, так получается. Предыдущий год мы сделали просто то же самое. Вот в чем был прикол. Предыдущий год я работала сильно больше, а потом сделала работы сильно меньше. У нас еще была смена продуктов, были определенные сложности и так далее, а результат такой же. Так, значит, не количество времени здесь решают. 100%. А вот этот интервал свободного места для креатива. И ты такой, блин, так я вообще могу типа сидеть и думать. Как бы вот сижу, смотрю на море, там сижу, 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 раз, и какая-то идея прострелила. И она оказалась прикольной и выигрышной. Кстати, у меня тоже суперинсайт из последней книги прочитанный, из предпоследней. Я же челлендж 52 книги в год сделала. Я посмотрела, так я думаю... Я уже прочитала, получается, 6. У меня, во-первых, супер ужасный инсайт, что прошло 6 недель года, почему так быстро, зачем вообще время течет, жизнь проходит, полгода тут, полгода там, вот и старость. И я такая блед. Вот. Ну, короче, не суть. Я очень рада, потому что постоянно какая-то пища как раз для вдохновения, для бизнеса, для жизни. И в одной из книг, которые я читала, это было «Господи, мудрость и уязвимости». Звание интересное. Да, очень хорошая книга, очень хорошая. Она, насколько я понимаю, про дзен-буддизм. Ну, там не говорится, что это там философия какая-то. Ну, по сути, философская книжка как раз для тех, как мы, кто не может быть в моменте, кто там тревожится, переживает. Ну, и в целом про современное человечество. Про то, что мы немножко в ловушке такой, знаешь, нашей погони за чем-то все время впереди. И там рассказано было, что мозг наш, на самом деле, в нормальном, здоровом состоянии, его основная функция это просто очень легко и быстро решать какие-то сложные задачки. То есть вот этот процесс обдумывания, напряжения, тяжести, он там от перегруза, еще от чего-то. И наоборот, когда к нам приходит там интуитивное какое-то решение, это просто нормальная работа мозга. То есть, по сути, мозг как орган функционирует правильно. У него все хорошо. У него все хорошо, когда мы именно вот так вот легко, не обдумывая фактически ничего, он сам там все сделал, знаешь, делегировали на него. Он там сам все сделал и просто уже пришел с решением. То есть мы его просто как-то почувствовали. И я, когда это узнала, я такая... А я-то думала, что, может быть, это не стоит доверять этим каким-то решениям, ощущениям. По факту нет. Если у нас нормально, ну, типа, нормальное чистое сознание, у нас там нормальный баланс работы и отдыха, у нас есть какое-то пространство, у нас мозг спокойный, он не в тревоге, то он вот будет вот так вот генерить нам правильное решение. Блин, я сейчас призадумалась, такая думаю, блин, надо прям для интереса взять, завести блокнот и выписывать такие решения, потом посмотреть, какие из них... Сукалочка крестит. Да, да. И можно даже какое-то состояние фиксить, например, что я вроде бы как будто бы не такая там неуставшая, еще что-то. Решение вот такое. Состояние там на 7 из 10 или на 10 из 10 посмотреть. Я тебе и без блокнотика скажу, что когда ты из хипового состояния принимаешь решения, они как бы так себе в основном. Давай переведем вот эти советы, то, что мы сейчас обсудили, на какой-то очень простой базовый уровень, на прикладной. То есть по факту, что нужно делать? Я бы сказала... Короче, я долго думаю о том, какую метафору привести, чтобы людям было понятно, что делегирование это не для больших, каких-то уже там компаний, корпораций, не тогда, когда у тебя миллионный бизнес, что это наоборот такая история, которая начинается вот с самой-самой базы, когда ты малыш и ты учишься это делать, потому что передать другому задачу это на учение. И у предпринимателя, который уже научился зарабатывать деньги, вот этого навыка базового нету, он сразу хочет с миллионов это начать делать, а там не получается, потому что риск уже большой. И получается, все на нем замыкается. Да и до миллионов туда идти без навыков. Без легирования, да. Нет, там можно, там есть такая вероятность, реально она просто очень маленькая и она с дергающимся глазом. Вот как бы если готовы к такой побочке, что немножко будет в жесткой такой тревоге, но это тоже есть вероятность, скажем так. Если мы говорим про с чего начать, вот чтобы прям совсем база-база, для начала делегирование требует расслабления. Сейчас такой совет, типа Ир, сама себе его посоветуй, но вот когда человек тонет, ему всегда говорят, типа вам надо расслабиться, иначе вода не будет держать вас на поверхности. Делегирование – это суперважный принцип. Не получается делегировать у тех, кто вот в жестком напряжении, и он начинает... Барахтается. Барахтается, начинает кучу каких-то действий делать, например, я тебе что-то хочу передать. Сказала одно, вернулась через 10 минут другое, через 10 минут третье, я тебе уже написала 50 сообщений, ты мне не ответила, я начинаю нервничать, пишу тебе следом, начинаю накидывать тебе что-то еще, начинаю менять. То есть по факту вот эти вот огромное количество действий, ты в этот момент, скорее всего, вообще просто замрешь, скажешь, я вообще не понимаю, типа что мне начать делать. Вот для Игирни начинается с очень такого простого состояния. Допустим, я реально верю тому, что кто-то может сделать что-то лучше, чем я. Такое вот тоже допущение. Да, понятно, конечно, что я, естественно, самая умная, самая лучшая, все такое, но если вдруг все-таки такой человек найдется, мы выписываем письменно, что хотим отдать. Одну задачу, вот одну самую простую. Делегирование не стоит начинать с каких-то типа планов, каких-то суперграндиозных. Нет, обычную задачу, причем лучше вообще бытовую какую-то, перенести, отнести, забрать, получить, доставить, купить, что-то вот такое базовое. Мы ее пишем письменно, отдаем человеку и спрашиваем, типа, прочитай, тебе все понятно в этой задаче и воспроизведи мне обратно. Ты должна ртом прям наговорить, что ты поняла, потому что есть такой классный тест, он называется тест на воспроизведение. Очень сложно работать с людьми, которые читают и не воспроизводят. То есть они такие, да, мне все понятно, ты его спрашиваешь и понимаешь, что он не ту суть тебе передает. Вот на самом первом шаге нам важно проверить, вообще поняты ли задания. Потому что люди обычно выгружают списком, отдают и говорят, делай. И человек такой, ну, как бы, как-то сам понял. Что важно, что не важно тоже, да. Что важно, что не важно, какой результат. Типа, например, чистота в доме. Ты как себе представляешь чистоту в доме? Вот для тебя это будет одним образом как-то. Что для тебя важно, что ты обращаешь внимание? Чистые поверхности. И прикинь, это был прикол. Мне потребовалось сходить на тренинг к Паше Гительману, чтобы наконец-таки выстроить эту самую чистоту в доме. То есть я просто пришла с этого тренинга. Кто не знает, это такой дорогой тренинг по командообразованию, который длится два дня туда. Приезжают все, не знаю, с миллиардными всякими оборотами. И вот там мне рассказали, значит, как, собственно, делегировать. А я до этого думала, что-то, блин, вот странно. Вроде все есть, команда есть, клининг есть, бюджеты есть. Но дом это не чисто. Дом это грязно. Мне не нравится. И в итоге я просто пришла, расписала именно конечный результат. Типа, мне важно, чтобы было вот так, вот так, вот так. И не в формате процесса. Типа, поубирайте. А в формате именно результата. То есть мне не важен процесс абсолютно. Как хотите это делать? Мне важен именно результат. И удивительно, те же самые люди вдруг оказались абсолютно идеальными, гениальными. И просто мне это на самом деле помогло еще и понять, что очень часто дело вообще не в человеке, с которым ты работаешь. Ну, то есть, да, правильный найм, он важен, но правильная работа, правильная постановка задач, прояснение вообще, что ты хочешь, это вот 70% успеха. Я бы сказала, наверное, даже, что на рынке в целом руководителей, которые самоутверждаются за счет команды, сильно больше, нежели бестолковых сотрудников. Типа, они тоже есть, но вторичные выгоды у людей, которые, вот, знаешь, допустим, человек говорит, я 5 лет пытаюсь наладить какой-то процесс. Я говорю, еще за 5 лет никак, нет ни одного толкового человека, кому я мог бы передать. Я говорю, блин, да как так? Не важно, какой процесс, реально, от клининга до любой истории в работе. Нет, все все равно не так делают и прочее. Мы начинаем где-то копаться, а там какая-то такая выгода с точки зрения того, что, ну, если я этот процесс отдам, я уже не самый классный в этой комнате. И вот это то, на что стоит обратить внимание. А мне очень важно вот быть самым лучшим везде. Я лучше всех убираюсь, я лучше всех стираю, я лучше всех готовлю, не знаю, там делаю что-то в работе, заполняю бумажки какие-то, с кем-то встречаюсь. Или все-таки я объективно лучшая в чем-то, например, в продажах, там, в маркетинге, ведении блога. А в остальном, ну, как бы, да я не лучше, я не лучше, чем, я думаю, правительница готовлю, я не лучше, чем она убирает, я не лучше, чем мои водители водят машину. Я объективно не лучше, но я разделяю эти процессы. Типа, не я есть говно, если я не убираюсь дома. Потому что я не есть этот процесс. Я вообще отдельно от этого процесса. И для многих вот эта склейка такая, что если я, есть моя работа, то, соответственно, если я что-то не выполняю, вдруг кому-то отдала, то я как будто ноль сразу. Поэтому люди такие, нет, это мое добро, я все эти вещи не представляю. В предпринимательстве этого добра навалом можно себе других задач набрать, если охота быть занятым. Реально, если твоя цель быть занятой, то ты не будешь продуктивной, эффективной, потому что ты будешь просто занятой. И бедно. Она не сдержалась. Ну, реально так и есть. Вот если посмотреть на разницу между более обеспеченными людьми и менее обеспеченными людьми, нельзя сказать, что более обеспеченные работают больше. 100% они меньше даже, наверное, работают. Не наверное, а скорее всего по объему часов 100% меньше. То есть очень часто и какая-то, знаешь, такое искажение, что ну, вы там бедные, но просто больше старайтесь. Люди и так очень стараются. Просто они стараются как бы не в том направлении, не понимая базовые принципы. И реально у всех там ну, а кто же будет, если не я, не знаю, готовить? Зачем я тогда нужна? Мне кажется, еще в школьные времена тоже была такая история с тем, что ну, если ты не успеешь куда-то устроиться на работу, то все. Что как будто работа и есть сам процесс работы очень важен. Не результат. Потому что нам никто не говорил о том, что слушай, да не важно уж, сколько ты будешь работать, как ты будешь работать. Главное, чтобы результат у тебя был классный. Наверное, в целом просто то, на что мы ориентировались больше всего, это на процесс. Потому что результат как будто было стыдно. Типа, а ты что, не хочешь думать просто о работе? Как бы о высоком, о великом? Ты хочешь думать только о результате, который тебе здесь важен? Я сейчас думаю, во взрослом возрасте такая, да? А зачем мне работа без результата? Даже наоборот. У нас постоянно какие-то попытки полюбить процесс. То есть у нас даже есть обратная черта в предпринимательском каком-то круге, да? Что мы постоянно нацелены на результат, а процесс мы как бы немножко так забываем и обходим внимание. Ну, это по сути просто маятник уж. Сначала нам говорили о том, что важен процесс, не важен результат. Мы все хапнули этой бедной жизнью. Я помню, в студенческие времена мне было очень трудно. Я потом такая, спасибо большое за процесс, я уже поработала. Можно теперь за деньги поработать? И вот как бы просто здесь маятник. Потом мы учимся уже, когда у нас и деньги есть и понимание того, что вообще-то мы в процессе можем находиться, мы начинаем куда-то в серединку, как сказать, потихонечку балансировать. И здесь находим, что ага, есть что-то действительно что-то для меня классное, что мне приносит удовольствие. Выйти за продуктами, да? Вот так же. В течение дня вышла, классно, пришла, купила себе там фруктов и еще чего-то. И здесь, ну, как бы прикольный и процесс, и классный результат, да? Там продукты дома. Но глобально это все равно не может типа ни туда, ни туда. Там везде есть побочка своя. Вот. Но если говорить о побочке, то лучше с деньгами побочку. Везде. Простите, пожалуйста, но я реально так считаю. Давай поговорим, проговорим какой-то, грубо говоря, пошаговый алгоритм. Вот я хочу нанять человека. Вот я, допустим, хочу начать делегировать. Как нанимать? Как это вообще устроено? То есть есть какой-то скрипт? Что делать? Для начала мы садимся и выписываем вообще в целом, что я хочу отдать, какой результат я хочу здесь получить и какой человек, по моему мнению, на данный момент, у меня же еще нет опыта, я как-то просто себе представляю, какой человек на данный момент может это реализовать, чем он должен обладать, какими качествами. Причем я бы здесь сделала бы фокус на каких-то трех важных качествах, с которыми вы точно не готовы как бы поступиться. Например, что он супер важен, чтобы он был пунктуальным, супер важен, чтобы у него была там грамотная речь, к примеру, и чтобы он был, не знаю, там, честным, и вы точно знали какие-то основные пункты, вот, которые вам важны. Соответственно, когда мы составили историю с тем, что нам важно, в каком результате и кто, мы начинаем ее где-то размещать. здесь на первых порах очень, не знаю, мне кажется, надо попустить немножко значимость того, кого вы нанимаете, что это не супер сейчас придет первый человек, бог и так далее, он придет такой, чтобы вы вот первый опыт для себя взяли. И это тоже надо понять, что, многие говорят, мой первый опыт делегирования был неудачным, и это окей, потому что, ну, это процесс, опять же, да, который нужно пройти. Составляете это резюме, выкладываете, начинают идти отклики. Я в рамках откликов отсеиваю 70-80% людей сразу же. А как? Отсеиваю по принципу, например, есть в резюме история с тем, что ответьте мне, там, или заполните Google форму, или напишите сюда-то, начиная с таких-то слов. Вот это очень классная проверочная история. Например, начните сообщение со слова анкета или там собеседование. Я вам клянусь, 80% людей этого не сделают. Они, потому что прочитают вот так по диагонали, они сядут, ой, да ладно, и так отвечу, и так далее. Сразу сэкономите себе огромное количество времени, просто убрав этих людей. Те, кто это первое тестовое задание такое вшитое прошел, начинаем дальше с ними уже какой-то предметный диалог. Я всегда даю тест на IQ, хотя многие хаят и говорят о том, что IQ не показатель. Не знаю как, но для нас это очень большой показатель. Мы не берем людей с IQ меньше 120. Если особенно это какая-то позиция важная, в том числе, кстати, ассистента. Многие думают, что это простая позиция для найма. На самом деле, ассистент самая сложная позиция для найма, на мой взгляд, такая одна из важных. Проверяем на IQ, это тоже не занимает никакого времени. Просто ссылка ушла всем, кто прошел первый этап. IQ заполнили, вернулись, у нас уже есть еще меньше людей, скорее всего, их остается там 3-5 человек. Дальше с ними уже можно провести какую-то беседу. И в беседе я люблю круговые вопросы, когда один и тот же вопрос я задаю несколько раз в разных формах по кругу. Как правило, человек на 3-4 круг отвечает то, что на самом деле думает. Первые 2 круга, 3 круга даже иногда человек может отвечать то, что я хочу услышать. И это что-то социально приемлемое. Типа, да-да-да, я самый пунктуальный, я самый там такой-сякой, еще что-то. Когда человек по кругам идет, но ответ все время дает мне заученный, я привожу ему какую-то ситуацию. Я говорю, представьте, и дальше обрисовываю ситуацию, которая часто у меня бывает в жизни. Что бы вы здесь сделали? А вот что бы ты привела к ситуации, например, с пунктуальностью? Ты хочешь вычленить, что он пунктуальный или нет? Например, представьте, что на острове сегодня затопило дорогу. У нас съемка в 12 часов дня. Что в этом процессе вы бы сделали? Как бы вы себя повели? Это реальная ситуация, вот так оно случилось. И мне здесь было бы важно, что вообще человек предпринимал бы, кого бы он ставил в известность, насколько он бы пытался найти решение вообще в целом, в график влезть. Потому что люди не пунктуальные, они сразу найдут тысячу причин. Они говорят, дорогу затопило. Они дальше не решают даже. Пунктуальный человек, если у него это вшито, его будет настолько сильно это триггерить, что он будет искать тысячу один вариант для того, чтобы начать это вовремя. Слушай, а ты вот еще сказала, что, хочу подчеркнуть, обратить внимание, ты сказала, что тебе надо выписать три качества. Ты не упомянула навыки, ты в первую очередь упомянула качества. Это специально, это осознанно? Да, потому что я считаю, на самом деле, что большому количеству процессов можно научиться. А вот развить в себе какие-то качества, в которых тебе, ну, их просто нет, базово они у тебя не развиты, это будет усложнее. Поэтому мне больше важно, какими качествами человек обладает, чем то, что он умеет. Потому что, если мы будем даже резюме просматривать, вот на любую позицию открываем, не знаю, какой-нибудь там аналитик условный с Excel-ем работающий, там, цифры и прочее, у них плюс-минус одни и те же навыки. Как выбирать тогда человека, если мы опираемся на навыки? Ну, типа, никак. Что он лучше, чем другой шарит в Excel-е? Хороший специалист плюс-минус будет одинаково шарить. Там не будет каких-то сверх таких, как сказать, отличий, что прям вот этот да, а этот нет. Мне больше важно, как человек встроится в команду, потому что, мне кажется, из-за того, что мы так сильно паримся на качествах человека, у нас и команда очень маленькая, но очень сплоченная. То есть мы человека добираем как пазл такой, потому что, когда люди концентрируются на навыках, они говорят, мы нашли классного человека. У меня, кстати, реальный пример. В десятке так несколько раз люди нанимали. Они говорят, мы его схантили, мы его просто вот сейчас на эту позицию поставим, но мы не знаем, что он будет делать. Я такой, зачем он вам нужен? У него классные навыки. Я говорю, а он конкретно в команде, что будет? И по факту раздавляется тогда бюджет, очень большой объем команды, неэффективные процессы, неэффективная коммуникация, и в целом люди между собой не слаженно работают. То есть они, получается, растягивают процесс, получается испорченный телефон. Плюс, если мы говорим о том, что большинство людей не умеет делегировать, даже вот в найме, надо, например, не знаю там, мы с тобой работаем в одном отделе, нам надо разделить каких-то два процесса. Ты это будешь выполнять, а я вот это. Это же тоже делегирование. Нам надо договориться с тобой, кто из нас, какую зону ответственности будет закрывать. Люди начинают какой-то процесс делать, потом такие, так это Сашка виновата, она не сделала. Ты говоришь, да это Ирка там сегодня это неправильно сделала. И вот они между собой начинают... Это самая частая, вообще самая частая проблема в командах, это нечетко разделенные обязанности. И в партнерствах. То есть у меня все конфликты, которые у меня были с партнерами, все какие-то сложные ситуации, это просто нечеткое разделение обязанностей. И теперь, входя в любое партнерство, с чего все начинается, не с того, что мы процент филим. Мы садимся. Кто что-то будет делать. Ты знаешь, это реально, мы садимся и такие так, прям досконально. Ну, вот есть вот эти процессы, давай, кто что, даже если это кажется очевидным. Вот ты это, я это, мы это фиксируем, мы это подписываем, и только потом мы уже идем в какую-то работу, потому что это реально, ну, даже вот на высоком уровне ведет к огромным проблемам, к огромнейшим проблемам. То есть все основные проблемы бизнеса, которые у меня были, это вот это вот. То есть либо за какой-то процесс никто не отвечал, либо за какой-то процесс отвечали двое, а если отвечают двое, то никто не отвечает. Теперь у меня в команде четкая оргструктура с четким разделением обязанностей и партнерством тоже. Слушай, а какие для тебя вообще качества важны в человеке, которого ты нанимаешь? Честность. Это вообще принципиальный момент. История с видением. Типа мне важно, когда красиво и эстетично. Если у человека нет видения, мы сложно будем срабатываться с этим. Очень важное качество, которое человек внутри себя должен ощущать, это такое, знаешь, ощущение, что могущество. Просто иногда человек сам не распознает это, но я смотря на него, понимаю, что у него это есть. Он уже со многим справлялся, он уже ощущает вот эту внутреннюю силу, а значит, мы можем ее в команде сильно распаковать. То есть он дальше будет как бы классно, красиво расцветать. То есть ты же потенциал человека, да? Да, и это, наверное, одна из моих сильных сторон, что я вижу человека не так, как он видит себя. И, как правило, в команде у меня люди работают много лет, на освещение от текучки к нам практически нереально попасть. То есть мы, дай бог, одну вакансию в год мы дадим, это будет вообще праздник. А так я вижу, как люди растут, и вот, допустим, на этом корпоративе мы встречались, и я девочке говорю, ага, ты мне, типа, не рассказывай, что ты не можешь быть лидером. А я вижу ее в процессе, что она берет лидерские функции, она даже не задумывается, это ее автоматизм. Это такое врожденное лидерство, потому что если лидерство приобретенное, и человеку сложно, он думает, прежде чем делать. А есть тот, кто это автоматически делает? Я говорю, я в этом году буду тебе давать, отдавать. Мы начали это с ней делать в прошлом году в конце, то есть она тоже начала учиться делегировать. Мы дали человека в подчинение. Я говорю, будет второй человек в подчинении. То есть это навык, который мы выстраиваем, но на природную особенность человека. Говорю, я не мурашки. Потому что люблю, который он сам себе не замечает. Он потом как-то очень классно в команде раскрывается. Да, я тоже это обожаю. Я тоже беру в основном за потенциал. То есть я редко беру. Вот единственное исключение, я брала финансового директора. Ну, в моей ситуации очень важно было. Да, вот тогда я брала прям с опытом уже из гораздо более крупной компании, чем моя. А ты взращиваешь вообще или чаще нанимаешь готовых? Нет, я взращиваю. Это у меня один раз был. То есть я один раз... Всех остальных прям подняла. Да, да. Ну как, маркетолог в школе танцев у нас тоже со стороны, роб у нас со стороны. Ну, просто потому, что у нас не было столько людей. То есть из моей личной команды все, кто были, они все выросли, они уже директора. У меня тоже, у меня абсолютно такие же принципы. У меня тоже текучки нет. То есть у меня, ну, просто люди не увольняются. Я причем не знаю, почему, надо понять. Слушай, а были ли у тебя ошибки найма прям вот, которые значительно как-то повлияли? Слушай, в целом ошибок найма уж много. Вот я так скажу, что это нормальная история с тем, что мы учимся нанимать людей. Поначалу я вообще не понимала, как нанять людей, которые будут работать. У меня как-то первое время были люди, которые такие, знаешь, пока ты его не пнешь, он ничего не делает. Я такая, блин, да как так-то? Я же вот типа делаю, почему они не делают? Потом была история с тем, что я нанимала, вот из серии, как я привела пример, где просто нанять, а что делать с человеком, непонятно. У меня было в голове просто представление, что в компании должны работать. Те, те, те. А что они делать должны? Я не знала. И поэтому люди были, а работы как будто бы для них не было. А, наверное, как она была, но я не понимала, как ее отдать, передать, что с ней делать вообще. И в целом навык делегированный, почему я говорю, что это все-таки процесс послойный? Потому что я училась ставить задачи. Я училась их не контролировать, как, знаешь, курица на сетке. Типа, ты сделал, а ты что там? А вот это, а там. А наоборот, типа получать результат и его проверять. И это было прям сложно, особенно у меня был гиперконтроль. Вообще лютый просто. У меня была высокая тревожность. И я не могла отдавать процессы, не проверяя их и постоянно не контролировать. Нужно было в терапии вынести свои два момента. Гиперконтроль и тревожность. Как только они стали трансформироваться, я начала больше допускать, и удивительным образом стали приходить более самостоятельные ребята. И потом я ввела это как подход вообще к найму, что я не беру тех, кого надо контролировать. Это прям принципиальная позиция. Вот когда уже я более-менее окрепла в предпринимательстве, тогда мы стали набирать только самостоятельных сотрудников. И мы много вопросов задаем при собеседовании именно таких, знаешь, очень абстрактных в рамках ситуации, чтобы понять, было ли так, что человек сам что-то решал. Насколько ему важен контроль со стороны, или он все-таки может, знаешь, понять, что нужно делать, когда нужно делать. Он сам может какой-то результат сформировать, он его может отстоять. И вот это, наверное, одно из успешных действий, которое позволяет маленькую команду иметь. Это, знаешь, у тебя получается в маленькой команде по сути каждый предприниматель. Да. У тебя нет в классическом понимании этого слова наебных сотрудников. Да. И мне, что очень нравится, из-за того, чтобы год был сложным, вообще в целом я очень люблю кризисными моментами проверять бизнес. Потому что когда все хорошо, тогда все хорошо, все понятно. А когда вот наступает прям какая-то глобальная жопа, ты сразу увидишь, что происходит. И мне очень понравилось, что я увидела, как команда переживает за деньги. Они такие, сюда тратить не будем, и сюда тратить не будем. Это нам не нужно сейчас. Так, а мы вот на это можем или нет? И директор по развитию много вопросов задавал. Вот мы сейчас здесь это купим, нам это что даст? И я такая думаю, это такая редкость, чтобы люди переживали за деньги компании. Обычно компания стремится потратить больше, чем у нее есть. И в целом команда все время приходит и говорит собственнику, нам нужно вот это, пятое, десятое. И собственник что-то там как деньги выделяет. А потом они садятся, у них там кассовый разрыв или еще что-то. Не окупились инвестиции, которые были сделаны. Ты такой, смотришь, ну блин, ну как так-то? А здесь вот из-за того, что вынуждена я вышла, потому что ну просто у меня не было сил. Я села и такая думаю, ну все, я либо умру, либо... У тебя же вообще жесть ситуация вот с этим разводом. Ну у меня сложная, да, сложная эмоциональная ситуация. И она выбила, наверное, все фундаментальные вещи вообще под ногами. То есть не на что было вообще опираться, и нужно было перестраиваться заново. Вот здесь, наверное, тоже как сила команды очень сильно проверяется. Потому что по факту они сами перестроили процессы так, чтобы я была минимум вовлечена, при этом продажи шли регулярно, и объем денег мы не потеряли. То есть это нужно было... Тоже мурашки идут. Я вообще в шоке, я в восторге. Ну то есть как в основном в инфобизнесе все устроено. Дай бог, есть еще там продюсер, например, у которого тоже есть в целом видение результата и ответственность за результат. Но в основном эксперт это тот, от кого все исходит. Все идеи по контенту, все там самые какие-то ключевые решения. Но чтобы был такой пример команды, которая взяла на себя отчасти ведущую роль в экспертном бизнесе, я такого вообще ни разу не видела. Это как экзамен, знаешь, которые они просто сдали на отлично. Сто процентов. То есть это же не просто, это бизнес завязанный на лице, по сути. Да. Это не совсем то, что вот есть магазин, и собственник там перестал появляться. Ну, в целом... Он так и работал, типа вроде как будто бы без него. Да. Да. А экспертный бизнес это другое, поэтому мое вообще восхищение. Можешь, кстати, рассказать, вот ты сказала, директор по развитию, какие у тебя топовые руководящие должности? Можешь вообще структуру команды рассказать? У меня административный директор и директор по развитию. У меня... То есть это как условно-операционный и... Я нет, я немножко по-другому, почему я такую должность поставила, что это административный директор, потому что операционный все-таки вмешивается практически во все процессы компании. У меня разделены процессы. Директор по развитию занимается процессами продажи маркетинга глобально, административный директор занимается административно-технической частью, юридической, бухгалтерией и так далее. Поняла, поняла. И это первый опыт наш очень крутой соуправления. Раньше у нас был один исполнительный директор, и под него как бы подвязывалось. У нас так получилось, что когда она ушла, я сначала как-то лихорадочно начала думать о том, что мне нужно кого-то поставить, я даже дала вакантину, гендира, мы будем искать. А потом я просто смотрю, как команда опять же реорганизовалась, только думаю, блин, а зачем нам надо? Мы даже наняли и просто поняли, что он не встает в структуру. И вот этот опыт соуправления очень крутая штука. Если вы хотите в компании увидеть, как два человека могут руководить, я прям очень рекомендую попробовать это, потому что это как будто разделение ответственности, разделение напряжения, это разделение на самые сильные компетенции. Да, у меня в школе танцев два руководителя. Блин, ну вот. Это вообще в целом, как я поняла, сейчас такой один из трендов европейских, и Россия активно сюда входит, соуправление внедряют. В Сберии, я знаю, внедряют соуправление. Я такая думаю, блин, прикольно. Потому что реально есть шанс разделиться на сильные-сильные, друг друга подстраховывать. У меня, причем, это вышло достаточно, ну, не специально. Вот органично. У меня просто девчонки классно подружились между собой, то есть они просто очень хорошо лично взаимодействовали. И в условиях, в которых мы, как компания, оказались, начиная с 22-го года, они очень быстро обе стали расти. Вот. И, ну, и так вышло, что сначала, когда такой бурный период, ничего не понятно, все делают все. Да. И из-за этого нам уже удалось выстроить вот в этом году орг-структуру, в которой мы уже все разделили. И я такая смотрю и думаю, класс, это специально не придумаешь, реально. Специально не придумаешь. Но сейчас я в процессе выстраивания команды под свой инфобизнес, потому что у меня теперь есть команда школы танцев, то есть у меня из моей личной команды кадры как раз-таки туда ушли. И у меня, допустим, у своей личной команды, ну, не то, что нет, но она в процессе. Хочется ее просто... Да, хочется ее выстроить и выстроить как раз-таки нормальный заработок. Ну, ладно. Давай обо мне не будем, а то, мне кажется, мы сейчас лишаем слушателей еще какой-то ценной информации. Ты, получается, сказала, что у тебя, по сути, две руководящие должности. Это административный. Это, кстати, супер логичное разделение. То есть у нас тоже, у нас очень большой объем процессов. Это юридические, там, налоговые, условно говоря, какие-то, ну, типа, там, легализации. Такие рутинные такие, да. Ну, их очень много. Бумажные. Счета открывать в Дубае, там, все остальное. Да, то есть на самом деле это супер, я понимаю, что не может один и тот же человек делать и то, и то. Ну, просто не может. Типа, куда человека вообще тянет. Потому что, по факту, у нас вот исполнительная, она у нас долго работала, а ушла, потому что исполнительность, это вот приземленная часть, а ей хотелось маркетинг вот какую-то такую креативную. Блин, тут мы разошлись, потому что мне нужен был человек заземленный. Поэтому очень прикольно, мне кажется, когда так с два человека. Да. Вот. Под директором по развитию у меня руководитель отдела продаж. То есть я вспоминаю, как у нас это выглядит. Под административный директор у нас руководитель технического отдела и руководитель отдела продукта. Вот. Это наша, как бы, верхняя управляющая часть. А твоя личная команда ассистента? У меня один ассистент вообще. Да ты что? У тебя нет бизнеса личного? Нет. Я, кстати, вот этот опыт у тебя вижу все время уже сколько-то лет, уже у тебя три ассистента, четыре ассистента. Да, у меня очень много ассистентов. Но это, возможно, я как раз-таки компенсирую отсутствие персональной команды по инфобизнесу, потому что я почти все время своей деятельности, ну, уже такой масштабной, я работала с продюсером и работала на продюсерской команде. То есть у меня в целом у меня никогда не было, допустим, личного проекта, который в специфике инфобизнеса. Вот. А я из ассистентов выращивала там себе кого-то. А, ты дальше их двигала. Да, да. И у меня сейчас, получается, два личных ассистента. У меня вот ассистентка дубайская, как раз с которой мы устраивали быт. И я тогда поняла, что она просто гений. Просто гений. Реально вот просто. Она сейчас управляющая школой танцев, потому что мы ее повысили. Так как она себя очень, очень хорошо проявляла на работе со мной лично. И мы с такой, знаешь, ну, как бы, ну, не то, что натяжкой. Ну, человек без специального опыта в этой сфере. Но мы ей как бы дали такую возможность, такой шанс. Она себя сейчас хорошо себя показывает. Ну, как бы, это тоже испытательный срок. То есть это не то, что там железно. Все, вот тебе, пожалуйста. Но хороший пример, что реально из личного ассистента очень классно вырастают. И мое мнение, что из бизнес-ассистента вырастают лучшие директора. Вот из бизнес-ассистентов. Именно потому, что они имеют дело не только с своими задачами личными, а именно с своими задачами рабочими. Вот. То есть для меня это такая кусница кадров. Блин, знаешь, что для меня сложно? Вот сейчас, может, ты здесь опытом с вами поделишься. Я не люблю менять постоянно человека, с которым я взаимодействую. Это нечасто, это нечасто. Вот у меня типа ассистент есть, она выросла до бизнес-ассистента, и я говорю, под нее нанимать типа дополнительных ассистентов. Но контакта со мной у них типа что-то не было. А, то есть у тебя как руководитель ассистентов? Да, типа вот как бы я с тобой, а ты там дальше кому хочешь чего отдавай, потому что мы в этом году хотим нанять ей помощницу. Но это, кстати... Но не чтобы она входила со мной в круг, потому что я как будто все время минимизирую количество людей, с которыми я общаюсь. Я поэтому на радиодиректоров вывела. Это как вообще в принципе минимизация энергии. У меня тоже. То есть на самом деле в прямом подчинении может быть по-моему ну там типа человек пять. Ну, я не помню. Я просто больше не вывезу. Да, реально. То есть если в прямом подчинении десять человек, это ты уже фигня не руководитель, потому что по факту ты не справишься. Знаешь, что я хотела сказать? У меня же у бизнес-ассистента тоже свой ассистент. Ну, то есть у меня принцип тот же самый. А, такой. Да, просто из-за того, что у меня... Ну, не то, что жизнь на две страны, но у меня есть дела в России, у меня там локальный ассистент. Мне нужен обязательно локальный ассистент в Дубае, потому что я сама не езжу, не знаю. У меня там косметолог, у которого я на ведении, выписывает какие-то препараты, я не поеду за ними сама. Логично. Ну, всякие такие штуки. То есть ассистент здесь обязательно должен быть. То есть у меня в том числе специфика именно моего, ну, как сказать, географии моей, то есть где у меня в принципе есть дела. Может быть с этим связано. Когда я на Бали, у меня, как правило, кто-то подхватит на Бали, тоже есть. То есть я в штат не нанимаю, но мне прям нужен человек в поле. Да, в поле я согласна. Любой менеджмент процесса, любого, это работа. И с этой точки зрения, допустим, те же дети и менеджмент семьи, которые очень часто воспринимаются как нечто само собой, что женщина занимается менеджментом семьи. И очень часто, ну, я за всех не говорю, но такая частая ситуация, что для мужа жена это ассистент. И для меня это, если честно, какая-то дикость по отношению именно к женщине. Для меня это тоже грустный факт. И в целом, что жена не просто ассистент, она же там обслуживающий персонал, развлекающий персонал. Даже если богатая семья, даже если у них весь есть персонал, все равно вот за конечный результат налаженный быт отвечает конкретный человек. То есть по-хорошему систему быта надо выстраивать вообще отдельно, как отдельный, ну, как бизнес, я не знаю. Мое мнение такое. Как бизнес-процессы, да. Если мы хотим какое-то классное, веселое, радостное настроение внутри семьи, сто процентов. Потому что, как сказать, когда мне приходится даже с какими-то процессами бытовыми сталкиваться, вроде бы даже приятным, например, перед Новым годом там купить какие-то прикольные штучки декоративные. Но не смотря на то, что я еду с водителем, он меня четко останавливает, высаживает, он сам ищет адрес и прочее. Но сам процесс выбора, он очень утомителен. Сам процесс понимания, ты приехал, и тебе надо расставить где-то что-то дома. С одной стороны, это же прикольное занятие, да, но... Раз в год. Да, и у него есть тоже как бы энергоемкость определенная. И если ты, например, это делаешь сегодня вечером там два часа всего, да, и то, скорее всего, через два часа я устану, все равно, потому что нужно постоянно выбор, короче, выматывать. Вот что. И вот это сомнение туда, не туда. А если это нужно сделать два или три вечера подряд, я такая, блин, нафиг я вообще это делаю сама? Ну, как бы... То есть уже начинает напряг. И в целом, короче, когда объем работы очень большой, и ты точечно накидываешь себе, да, я там задачку сделаю, там задачку сделаю. Как будто бы и фоново этого не ощущается, кажется, что я в целом в напряге. Если я еще не рефлексирую, я даже не пойму, что я в напряге. Да, живу как живу. Да. А если я почувствовала вкус того, что я расслабляюсь, и мне здесь хорошо, у меня снижается напряжение, и тут мне прилетает какая-то такая задача, вот на этом фоне, прям очень сильно видно раздражение, которое поднимается. Ты такой, блин, почему я это делаю? Да, почему я должна это делать? Почему я должна напрягаться? И у меня домравительница долгое время спрашивала, что я буду есть. Она перестала спрашивать, потому что я вот так поворачиваюсь, и она такая, я поняла. Типа, я говорю, я не хочу отвечать на этот вопрос, я не хочу думать о том, что я буду есть сегодня, завтра. Ты приготовь, типа, я посмотрю по своему настроению, типа, я даже не думаю об этом. Вот я открываю холодильник, у меня контейнеры подписаны, я просто беру, ага, ужин, открываю, ставлю разогреваться, и ем. Как бы, когда-никогда бывает так, что я такая, блин, что тут это не очень, могу контейнер поменять, типа, обед и ужин местами, но глобально сидеть и придумывать даже блюда, а тебе тоже кажется, типа, а что это такое, ты не хочешь порефлексировать над тем, что ты хочешь есть? Мне кажется, разные ситуации, разные моменты. В ресторане где-то прикольно порефлексировать, а каждый день это дофига. Просто мы очень часто, мне кажется, на каком-то автоматизме едем. Ну, то есть, вот принято, что вот как бы мы должны вот это вот делать, я там как женщина должна вот это вот делать, и мы как бы даже не задумываемся, реально ли должны, реально ли я вообще, ну, то есть уже я там со 100 миллионными оборотами, уже больше, реально с огромными оборотами, я все равно продолжала какие-то вещи делать просто сама, потому что я не понимала, я просто не понимала, насколько важную часть это отнимаем от моих сил. А ведь в бизнесе, ну, по сути, мы уже говорили, что все держится на решении. А что отнимает силы в быту, это, собственно, решение. Типа принять решение там по разным моментам. Даже стилист. Типа решить, что я надену. Вот мне, вот стилист решила, что я надену. Мы вчера как раз луки собирали. И чем меньше у нас решений принимается в быту, тем больше мы качественных решений можем принять в бизнесе. И даже в рамках бизнеса я супермало решений принимаю на низком уровне. То есть я вообще, мне пофиг. Ну, не то, что мне пофиг, я просто... Ты отдала это. Да, я отдала. Что-то к компетентному. Да, то есть я могу... Если ко мне обращаются к советам, это типа суперредко. Обычно ко мне приходят уже с решением проблемы. То есть они сами замечают проблему, они сами ищут решение. И, допустим, если это требует дополнительных денег или еще чего-то, они приходят ко мне и говорят, типа, вот, у нас есть такая проблема, есть такое решение. Давай сделаем вот это, вот это. Есть эти классные моменты с тем, что получается, ты изначально допускаешь, что ты работаешь с компетентными людьми. Получается, да. Типа, они умные, они грамотные, они могут самостоятельно... Взрослые. Взрослые, да. И, о боже, они сами все решили. И реально такие, да. Да. Я, причем, я раньше восхищалась этим. Я прям думала, блин, просто, что-то восхитительное. То есть не одна я тут умею работать. А просто условия такие возникли, на самом деле, в которых, ну, так пришлось, по сути. Ну, не то, что пришлось, ну, проявилось как бы. Кризис в этом плане, говорю, лучший учитель. Да. Просто лучший. Потому что можно так сильно поменять и перестроить жизнь и бизнес, когда ты вынуждена оказываешься в каких-то условиях. Потому что все равно благополучное время спокойное, оно не требует ни кардинальных решений, оно не требует каких-то кардинальных пересмотров чего-то. А когда ты оказался в какой-то ситуации, ты такой, угу, ну, как бы, вариков не решать нету. Да, ты причем же прошла с командой сколько уже кризисов там? Три, пандемия, СВО и личный кризис, развод. Три подряд просто. Да, три подряд. И я такая думаю, чем можно меня удивить, только если в следующем году планета вот так начнет разваливаться. Инопланетяне прилетят. Да, потому что я такая думаю, мы вообще в целом потертые калачи. Не, ну, супер. Это очень круто, что вы вот не просто выстояли, вы как бы росли все это время. То есть люди же тянутся больше всего к устойчивым. Да. Люди тянутся не к тем, кого типа, э-э-э-э, а к тем, кто даже в сложной ситуации они продолжают действовать и не понимают, что делать. И вот ты такой пример именно устойчивого лидера. То есть меня именно это в тебя очень сильно восхищает. И, кстати, этим удивилось, знаешь, что я никогда это не считала какой-то супер прям важной особенностью, а вот после 22 февраля я поняла, как людям это реально важно. Потому что у меня бездирект был только в том, что, боже, там, причем это, наверное, на протяжении полугода было. Какая вы устойчивая. Я такой думаю, блин, это так важно. Мне сейчас пишут, что очень многие... Ну, тут как бы сложно оценить, потому что ко мне сейчас не попасть никак платно практически. Я вот за год запустила за последнюю только одну, по сути, премиальную группу. Это супер, ну, маленькая история. То есть у меня нету массовых продуктов. Нельзя оценить, что люди там идут ко мне или не идут. Но можно оценить там по контенту, по вовлеченности, как подписываются, смотрят. И у меня супермного обратной связи на то, что по результатам вот этой налоговой истории людям стала импонировать моя именно личность, там, характер. То есть имела роль, играла роль не вот эта вот ошибка сделанная, да, не вот эти проблемы, которые возникли. А то, как я вышла из него, да, и как я себя типа проявила. То есть на самом деле реально... Мне кажется, что у нас очень интересный, как-то даже, я бы сказала, нетипичный идёт беседа. Ну, реально. То есть у нас как-то пошёл такой поток, очень прикольный. И мне суперинтересно, что люди из этого вносят. Ну, то есть мне прям интересно, как это будет раскрываться. Я никогда не знаю до конца, вот когда я записываю подкаст, что именно людей зацепит, и что именно людям больше всего откликнется. Но мне кажется, что мы уже наговорили на инсайты, которые прям вот жизнь меняют. То есть я прям 100% уверена, Я очень надеюсь. Да, прям 100% уверена, что несколько тезисов, которые были сказаны, и тем, которые были тобой раскрыты, они, ну, прям поменяют жизнь людей, то есть они развернутся очень сильно. Давай расскажем про наш конкурс, который мы придумали. Я почему вспомнила, потому что очень хочется почитать, что же люди думают. Вот, расскажешь? Так, какой конкурс? Ну, смысл, розыгрыш. Задметки. А, задметки. Это вам поставить. Гениальная вещь, которую мы придумали. Мы решили, чтобы посмотреть как раз-таки инсайты, которые вы будете забирать с подкаста, сделать розыгрыш на основе ваших репостов. Обязательно с вашими инсайтами. И за репост каждый вы получите гарантированный подарок. Что это будет? Я буду 1 марта вести открытую лекцию в своем бизнес-клубе. Эта лекция будет посвящена декомпозиции, достижению цели. Что это такое на очень простом, но при этом глубоком? Я хочу показать, почему цели не достигаются, неважно, на каком вы финансовом уровне. Или почему вы достигаете, но не в том объеме, в котором вы хотите. Мы будем говорить про цифры, про ресурсы и про человеческий фактор. Как это сложить таким образом, чтобы вы получили тот результат, который вы хотите. Потому что по факту большинство целей финансовых не реализуются, потому что изначально на бумаге их невозможно было сложить. И я покажу механику, как сделать так, чтобы это реализовалось, и вы уже сразу поняли, это сбыточная или несбыточная какая-то история. Вот. Помимо этого, среди всех репостов мы выберем одного счастливчика, которому мы подарим iPhone 15. Я думаю, классный ништяк для того, чтобы, не знаю, усилить себя и как блогера, и как предпринимателя, или в целом просто понтануться на своей работе, что у вас новый iPhone. Мне же с вами захотелось поучаствовать. Тем более, что инсайты у меня имеются, так сказать, с выпуска. Я уже такая, сижу, такая, так, дай удачу. Нутрициолог, который сам говорит моему ассистенту, какие таблетки мне выпить. Я такая, надо исключать меня из этой цепи. Хотя там вторичные выгоды по-любому есть. Вот реально, какие-то капризы. Давай расскажем, что значит репост. То есть репост — это, по сути, вы в своем инстаграме делаете отметку. Например, сфоткали, что вы смотрите, или там скриншот сделали, или видос записали. Некоторые там со стороны себя снимают, некоторые говорящую голову. Ну, то есть формат на самом деле не столь важен. Важно, чтобы вы поделились, что вы забираете в свою жизнь. Это, кстати, очень хороший лайфхак по внедрению. Потому что, с одной стороны, вы, передавая этот инсайд, больше его укореняете, и второе — это вы берете на себя обязательства публичные. То есть когда вы рассказали, что вам такой инсайд попался, что вы вот это хотите делать, и вы это рассказываете публично, то гораздо выше шанс, что вы реально это сделаете. Я вот сто процентов-то знаю по себе, так что используйте это, знаете, как ловушку для психики в том числе. То есть вы делаете отметку, и что важно сделать? Отметить Иру, отметить меня. У Иры аккаунт называется Ира Подрез. Мы оставим ссылку. Вы, кстати, подпишитесь обязательно. У Иры постоянно супер такой, как сказать, роскошный бизнес-контент в очень разных интересных форматах, которые супер легко употреблять. Но при этом иногда бывает больно. Да, тоже к этому будьте готовы. Неизбежная история. Но потом будет точно приятно, радостно, как-то весело, денег будет больше. Да, да. То есть Ира это такой человек, который, знаете, это не розовые такие пони, там, не знаю, которые какают бабочками. Нет, там все достаточно конкретно, иногда жестко. Ну, мне нравится, на самом деле. Мне нравится. Ты всегда прям по честноку говоришь. Так вот, надо, получается, отметить Иру, Иру Подрез, отметить меня, Александра Митрошина. Вдруг кто-то не знает. И у нас бот в директе увидит эту отметку и автоматически пришлет вам ссылку на Телеграм, где будет, собственно, ссылка на лекцию. Если люди смотрят после лекции, потому что там, скорее всего, будет, ну, типа, несколько дней. Да, кстати, успевайте, если хотите, вживую, потому что перед выходом лекции, скорее всего, там не будет много времени. В силу того, что у нас не так много времени осталось, собственно, до этого дня. Но если они смотрят уже после того, ты им предоставишь просто запись. Да, да, мы просто сделаем запись. Классно, конечно, когда вы приходите в живом формате, потому что это все равно другой немножко вайп, другая вовлеченность. Это не тогда, когда вы на кухне что-то режете и параллели слушаете. Живой формат, он всегда обязывает как-то немножко вникнуть, да, что там происходит. Очень рекомендую взять ручку, листочек сразу, потому что мы будем работать, мы дадим еще, скорее всего, таблицы. Вот, и в целом это такая история, прям сесть поработать, если, опять же, хочется результат. И я в этом, правда, очень хороша. Слушай, а кому ты порекомендуешь приходить вообще? Каким, ну, типом людей, какого уровня? Эксперты, предприниматели. Вообще, в целом, многие, кстати, люди не идентифицируются как предприниматели, хотя они давно работают на себя, они сами зарабатывают деньги. Для меня предприниматель — это тот, кто ушел из найма. Вот как только вы первый рубль свой сами заработали на себя, неважно в чем, вы уже все, вы уже к найму не относитесь, это уже предпринимательская деятельность. Просто кто-то ее в минуса ведет, но обороты как бы гоняет большие. Такой, я предприниматель, а человек, который в плюс себе кладет, там, не знаю, 200 тысяч дохода на карман, 250 и выше, они такие, ну, нет, я пока просто эксперт. Вы давно предприниматели, давайте это признавать, потому что это тоже очень важно с точки зрения вашего роста, масштабирования. Когда вы это признаете, фокус внимания уходит на ваш рост, и это автоматически происходит. Да, я несу ответственность за свои деньги. И тогда я резко начинаю масштабироваться. Поэтому эксперты-предприниматели классно будет для ребят, которые работают в найме, но топы. То есть это те, кто влияет напрямую на деньги компании. Вот вам тоже этот процесс надо понимать, потому что, например, если план на продаж, и вы процент с него получаете, вам надо тоже понять, а как это вообще выстроить, как это посчитать, как это реализовать. Вот, вам тоже будет суперклассно. Так, все, я теперь тоже хочу идти. Я такая, все, я несу ответственность за свои деньги. У меня, кстати, фокус на этот год, деньги. То есть у меня финансовая стабильность, чистая прибыль, команда, вот это все. Здесь, мне кажется, вообще очень интересный процесс, потому что, несмотря на то, что многие люди уже годами ведут бизнес, ведут его классно, эффективно, всегда есть что посмотреть, всегда есть как улучшить, как больше чистых денег вытащить, потому что все-таки за чистые же деньги играем. Обороты классно, но хочется более эффективно, хочется легче процесса, да, хочется без своей какой-то большой включенности. Мне кажется, вообще бесконечный процесс. Правда, бесконечный, где можно прям постоянно улучшаться, расти, не знаю, и получать от этого очень больше удовольствия. У меня в прошлом году был суперинсайт, что абсолютно все, что я делаю, можно делать легче. Причем, ну, без потери качества, без потери результата. И у меня такой большой фокус был на то, чтобы, знаешь, добавлять избирательности, добавлять облегчения, смотреть, где я что делаю по привычке, там как-то усложняю. Можешь рассказать, кстати, о своей трансформации как предпринимателя вот за последний год? Какие ты, может быть, инсайты вынесла, какие ошибки у тебя были? Ну, короче, какие-то выводы, которыми ты была бы готова поделиться? У меня самый, наверное, главный вывод был про объем места для команды, что по факту они могут сильно больше и сильно включеннее, если я отодвигаюсь. То есть, условно, так мы делили 50 на 50, а я отодвинулась, типа, на 30%, а не хоп, и заняли это место. Я такой, блин, то есть мне можно еще меньше. Еще отодвигаюсь, они еще занимают это место. И я таким образом смогла реально в роль владельца уйти. Не все-таки не операционного директора, еще какого-то директора, а все-таки в роль владельца, именно за счет того, что я место команде дала. И для меня это было большое удивление. То есть мне казалось, что мы и так достаточно хорошо, эффективно работаем. А оказалось, что, блин, им хотелось больше простора, они могут этот простор занять. И, не знаю, им самим стало интереснее, как будто бы работать, у них стало больше удовольствия, потому что их собственная реализация начала открываться. Второй момент был с точки зрения как раз-таки чистой прибыли, потому что, когда бизнес высокомаржинальный, ты немножко так халатно все равно относишься. Типа, да, бабки будут, типа, из этой серии. Когда, вот я в этом году просто включилась в этот процесс, у меня началось финпланирование такое серьезное, мы стали заранее планировать расходы. Я, кстати, удивилась, что мы до этого, типа, по факту, счета пришли, мы их оплачиваем. А здесь мы стали бюджет на месяц составлять. Если нет в бюджете того, что вы сейчас хотите оплатить, сорян, ждете, типа, следующего месяца, соответственно. И это очень сильно, не знаю, как-то и систематизирует, и как-то дисциплинирует. И ты начинаешь немножко сразу головой по-другому вообще соображать, потому что перестаешь раскидываться деньгами, потому что реально, когда объем денег большой, ты думаешь, и это попробуй, там попробуй. Мы как-то в этом году стали сильно, наверное, вдумчивее даже что-то, не то что тестировать, типа, вдумчивее, а именно вкладывать какие-то, не знаю, украшения, короче, вкладывать какие-то украшения, потому что и там, и там, все что-то такое красивое, прикольное. Вот, а хочется за чистую прибыль, конечно, бороться. И я поставила неснижаемую планку. Говорю, ну, мне вот неинтересно, если в год у нас будет меньше, чем вот эта цифра. Вот, и поэтому вся команда такие, а, окей. И мы под это подстраиваем уже и планы, и декомпозицию полностью, и в целом все процессы, которые завязаны на деньгах, от этого расходятся теперь. Не так, что мы делаем, план продаж выполняем, но на чистую прибыль мы не смотрим. Нет, мы теперь знаем объем чистой прибыли, и отсюда все остальное будет разворачиваться. Блин, это на самом деле супер инсайт. Вообще просто офигенский. То, что реально... Я же очень сильно в это, так сказать, впендюрилась, когда я перешла в оффлайн-бизнес. Потому что инфобизнес, он очень позволяет, на самом деле, халатно относиться к чистой прибыли. И ты такая, ну, там то, сё, это в н***ем, ничего страшного, уволим, тут процент я отдам, тут еще процент отдам. Ну, и типа такая, типа все равно денег, в принципе, много остается. Хотя по факту я по прошлому году поняла, что даже от огромных оборотов может не оставаться денег по итогу. Ну, в силу разных причин, но тем не менее, такой урок был хороший. А в оффлайн-бизнесе все не так. У тебя там маржинальность, дай бог, 30%, у тебя лишний неправильный найм, например, и у тебя просто бизнес-модель не работает. И ты как бы, ну, это не то, что ты вот так вот легко берешь, не знаю, еще одно место продаешь куда-нибудь себе на поток, на курс. Мне кажется, очень красивый процесс, такого, знаешь, когда человек крепнет. Смотришь и думаешь, блин, он становится более устойчивым, более действительно такой каким-то подготовленным. Уже сложно все равно человека застать врасплох, потому что когда... Это в целом-то нормально, все равно, так или иначе, мы очень недолго в бизнесе. В общем разрезе, ну, 5-7 лет, это все равно не такое, что прям супер какой-то большой срок, потому что все равно мы опыт нарабатываем, большие обороты, они тоже не так давно пришли. И с ними надо научиться взаимодействовать, надо научиться их распределять. Нормально, при том, что у меня классическое образование в этой сфере. Я думаю, блин, ну если уж образование, да... Да, у тебя прям бизнес-аналитика. Бизнес-аналитика, диссертация у меня была, да, стратегический менеджмент. То есть это прям моя... Казалось бы. Да, казалось бы, вот, пожалуйста. И с одной стороны, я много из универов взяла практического, спасибо, что я там не минусую ни с кассовых разрывов и прочего, но с другой стороны, все равно очень много моментов, которые прям приходится вот немножко как задрот садиться и смотреть, а что там, а как там. Плюс все равно люди, которые... Например, у меня бухгалтер с образованием, все дела там, вот мы ее готовили на Финдира. И человек все понимает, но в рамках бизнеса все равно есть своя специфика. Все равно надо вникнуть. И нужно здесь тоже найти точку контакта, как мы делегируем этот процесс. Как мы даем, какую отчетность спрашиваем, какие точки контакта у нас с ней. Такое... Сначала у меня была реально стадия там отрицания. Я такая, а почему она не может работать сама? Потом пришло принятие, что реально предпринимательство это такой путь длиною в жизни. Всегда есть, что улучшить. Я, кстати, правильно понимаю, что у тебя из-за этого, судя по всему, и родилась концепция бизнес-клуба. Что ты поняла, что это супер прикольная история относительно курсов, у которых свои преимущества тоже есть? Я увидела просто, что проблема самая большая это во внедрении. То есть у ребят сейчас объективно очень много инфы, которую они себе классно записали. Они ее даже как-то пытались что-то с ней сделать. Но из-за того, что инфа из разных мест, типа я здесь этому учился, здесь этому учился, здесь еще чему-то, а навыка у меня нету предпринимательского твердого. Или даже если он есть, но он все равно... Мы тоже самоучки. Мы что-то вот учимся в процессе. Просто у кого-то чуть больше опыта, чуть больше знаний. И как бы проще, когда человек уже определенный путь прошел, это сразу начать складывать с кем-то вместе. И я сама просто участвовала в нескольких бизнес-клубах и видела, что самая большая боль это то, что нет какого-то траектории, по которой мы идем. То есть мы... Да, мы сплочены, мы как десятка работаем, но это просто ситуативная история. Мы сегодня пришли, накинули в группу и сидим, что-то решаем. А какого-то трека общего нет. И я очень хочу эту историю внедрить, чтобы увидеть в групповой динамике, как предприниматели могут и расти вместе, и при этом по траектории очень четко двигаться. Потому что, по сути, с тем, как мы растем каждый год, как крепнет компания, и я считаю, что мы довольно мало совершаем каких-то критических ошибок для бизнеса, почему бы не взять этот же трек, по которому мы растем, и просто пройти его вместе. Ты берешь все ниши, то есть не только инфобизнес. Да, вообще не только инфобизнес, абсолютно любые, в том числе офлайн, потому что здесь... Короче, я до этого сомневалась, но год отработала в десятке, где были ребята с газовой отрасли, со строительства, с производством Мокон, Бьюти, Коуч, Валберес Озон, и у всех одинаковая история. Ну, то есть я пришла, так я думаю, наверное, посмотрю, вообще работает, не работает. И я к концу года такая думаю, блин, все одинаково, абсолютно все. Это просто кажется, даже когда мне накидывали, в моей нише, я говорю, давай просто вот допустим, допустим, что то, что я говорю, это будет работать. Человек начинает внедрять, и такой... Я говорю, что? Он говорит, ну, работает. Мужчинам сложнее всего, у нас было больше мужчин, чем женщин. Им, конечно, то, что я и по возрасту младше, как бы им там уже под 40 лет, они такие, ну, нет уж, как бы, вот. Но факт остается фактом. Есть алгоритмы, которые работают вне зависимости от бизнеса. А какие у тебя будут треки? Ты сказала, что будут разные треки. Это будет, на самом деле, общий как бы трек, он будет просто из темы в тему переплетаться. Мы начнем с базовой истории продаж, потом мы будем ее настраивать на маркетинг, то есть мы будем все время делать связку. У нас сначала есть связка базовая деньги, ресурсы, объем людей, объем рынка. После этого мы переходим в маркетинг, как это все докрутить с точки зрения маркетинга. Потом подкручиваем команду, а что там за люди, как это все реализовать, потому что вопрос не только продать, но и предоставить. Это да. А нужна команда. Это, блин, подстава. Да. Потому что я много сталкивалась с тем, что увеличить нам объем в два раза. А что ты будешь делать? Гипотезу вкидываю, да, а что и как предоставить? А предоставить мы не сможем. Я говорю, поэтому деньги никогда не придут. Вот мы поэтому коснемся команды, не коснемся, а с ней поработаем. После этого будет блок про мышление собственника, и я там хочу сильно покопаться, потому что зачастую люди реально сами себе вставляют палки в колеса, просто потому что там как-то очень вкусно в этой вторичной выгоде. Я просто понимаю, я вот как человек, который, знаешь, самый креативный, умный вообще, лучший блогер, ни одного блогера лучше вообще. Я и есть звезда. Да, я и есть звезда. И самый большой урок реально просто вот это эго убрать и признать, что ну вообще-то, вообще-то нет, не самое умное вообще. Мне кажется, эго всех, хочется сказать, не на русском, а на французском. Вот, у меня просто такая же история была. В любом случае, через эго приходится проходить и признавать, что да, как бы не самое умное, не самое классное, но зато за этим обязательно есть реально классный рост и выраженный в понятном эквиваленте, не просто мы тут сидим, ой, ну я вот эго проработала или там стала как-то с ним по-другому взаимодействовать и у меня там что-то улучшилось. Ну как будто не очень понятно. А когда ты четко видишь в жизни, что улучшилось, там несколько бизнесов новых появилось, команда устойчивая появилась, я здесь там репутацию наработала, совершенно другую, лояльность увеличилась. Ага, это уже можно пощупать. Как будто и эта работа стоит. Как будто бы выгодно получается. Ну да, я иногда, иногда на самом деле какие-то действия супер, ну я не знаю, как сказать, контринтуитивные что ли. Даже нет, контринтуитивные плохое слово, потому что они на самом деле интуитивные, да, то есть ты чувствуешь, но мозгом ты такая, типа что вообще, то есть мне надо вообще отстать от команды или там как-то по-другому, а в итоге все работает, и ты такая, а. То есть это было правильно. Давай вспомним, о чем мы сегодня поговорили, какие-то основные тезисы, что мы вообще затронули, чтобы наши зрители и слушатели тоже как-то уложили в своей голове. И, кстати, вы, чтобы потренироваться, я такая хитренькая, напишите комментарии на ютубе. Ладно, это шутки, но действительно очень приятно читать комментарии, поэтому если вы сейчас смотрите это видео, это видео, или слушаете его, но готовы там перейти на ютуб, что-то написать, то я с удовольствием прочитаю, мне всегда супер приятно, и гости все тоже читают, всегда, это, ну, абсолютное, абсолютное правило. Так что не поленитесь, пожалуйста, в формате, как сказать, что мы вам что-то отдали, вы нам тоже что-то. Энергообмен. Да, энергообмен, да, то есть это будет супер, если вы напишите. А мы давай вспомним, о чем мы вообще общались. Первый тезис, что делегирование, это, во-первых, сильно проще, это не для больших каких-то компаний, это в целом для хорошей, классной жизни, в которой есть место самой жизни, а не только куча процессов, в которых вы участвуете. Второй тезис, что делегирование нужно начинать, когда ты маленький, вот самых простых процессов уже начинать это отдавать, потому что это навык, который будет нарабатываться со временем. Нормально, что делегирование у вас не будет получаться сразу вау, потому что вы тоже будете учиться ставить задачи, проверять, и вообще взаимодействовать с людьми, которым вы будете что-то отдавать. Обязательно делегируем письменно и спрашиваем у человека, что он понял. Я написала задачу, как-то и понял. Если это сходится, значит, можно двигаться дальше. Далее. Лично для меня навыки менее приоритетны, чем личные качества. Возможно, вам это откликнется, и вы тоже сделаете на это ставку. Может быть, у вас раньше не получался коннект с кем-то из ребят в компании, именно потому что навыки есть, но по качествам немножко вы не сходитесь. Для меня главный инсайд был про навыки и качества. Да. Потом мы после этого еще долго достаточно обсуждали, что в целом количество решений, которые мы принимаем в течение дня, оно ограничено, и хорошо бы, чтобы не только бытовые решения были по минимуму в нашей жизни, но и чтобы в бизнесе тоже было разделение на важные и неважные решения, чтобы мы как собственники подключались только к тому, что реально важно. Но это тоже про отпускание. Про кризисы была классная мысль, что это реальный экзамен, проверка. И плюс потом еще люди тянутся к тем, кто легко, хорошо, устойчиво прошел кризис. Что 40 минут у нас есть, не есть, а требуется для того, чтобы принять какое-то нормальное решение, 40 минут свободного, чистого мозга. Поэтому получается для предпринимателя, а вы, кстати, все предприниматели, кто вот хотя бы минимально зарабатывает. Вот первый рубль не в найме, все, предприниматель. Мы вас объявляем, мы запрещаем вам считать предпринимателями. Но для предпринимателя важно, это бизнес-процесс, я бы сказала, да? Это отдельный бизнес-процесс обеспечивать себе свободную голову. И им прям нельзя пренебрегать. И все будет всегда на это как-то... Претендовать. Претендовать, да. То есть всегда будут приходить люди из команды и говорить, давай ты, Ира, еще вот это сделаешь, а давай, Саша, может быть, еще это сделаем. Будут приходить члены семьи, друзья и так далее. И здесь вопрос только в том, как мы выстроим свое взаимодействие с миром. Ну, это не значит, что надо всех послать, можно сказать, давайте сами. Но надо понимать, что только мы отвечаем за то, ну, как мы живем и насколько у нас есть вот это время или нет. Здесь это просто центрообразующий процесс. После него остальное уже будет как бы логическим следствием качественным. Если его не будет, ну, дальше вообще нет смысла. Ну, и, наверное, самый главный, такой ключевой инсайт, это про то, что работать надо не по количеству, а по качеству. Что, по сути, скорее надо даже меньше работать, но более эффективно, то есть более продуктивно. Не подменять понятие. Понятие быть уставшей, быть занятой, оно не имеет ничего абсолютно общего с понятием, что мы придвинулись к цели, мы там сделали что-то для развития себя как предпринимателя. Ну, то есть это вообще разные вещи. Или в целом для радости, для отдыха. То есть какая-то такая история положительная, да, не просто процессная. Ну, я, кстати, все для радости отдыха включаю в процесс предпринимательства. То есть для меня бизнес-процесс абсолютный. Ну, то есть я даже, я уже даже не проговариваю, то есть для меня это понятно. У меня все сразу, вот к цели идет, в том числе мой отпуск, выходные, там время. Я плюсую здесь. Просто что для большинства людей, это все равно типа... Разные. ...супер разное, полярное, что если я отдыхаю, я сейчас не работаю. А там как раз-таки это вот это пространство для переосмысления, для того, чтобы вообще немножко голову очистить. Вот как у меня с этим месячным отпуском. Я такая просто за голову, знаешь, схватилась. Мне кажется, во время собачки, когда тебе на год уйти, то у тебя просто вся жизнь так переосмыслится. Ты такой, вау. Мне, кстати, в том числе, поэтому даже страшно об этом думать. То есть уйти на год? Ну, потому что, с одной стороны, хочется, а с другой стороны, я понимаю, что придется-то смотреть правду. Да. Придется-то смотреть, что я вообще делаю. Нечем забить будет эфир вообще. Месяц вроде как будто еще можно пережить, там реально обрелакснуть. Да, а год, это прям такая серьезная заемка. И тут реально можно упереться в то, что ты вообще ерунду какую-то... А, это не хочется. Вообще не хочется. Поэтому, знаешь, и хочется, и колется. Я думаю, что мне прям надо, надо бы в эту сторону посмотреть. Ну что, я напоминаю, что у нас в гостях была Ира Подрез, эксперт по продажам, предприниматель, чудесный блогер, чудесная женщина. Просто невероятно красивая, притягательная, обаятельная. И что мы с Ирой проводим розыгрыш с гарантированным подарком, с возможностью попасть на прямой эфир, который недоступен для всех. Это для участников бизнес-клуба как раз нового Иринова. Соответственно, вы на самом деле получаете очень эксклюзивный такой подгончик. Штука, которая не будет опубликована нигде в открытом доступе. Это исключительно люди получают за деньги, причем за такие. Это будет реально классная прикладная прям штука, которую вот прям надо зайти, сделать, и это будет классный старт вообще для того, чтобы 24-й год у вас прошел реально эффективно, а не так, что вы сейчас полгода там, полгода там, год закончился, и будете крестики ставить. Да, да, если что, 6 недель уже прошло, как вы поняли. Я по количеству книг посчитала. Вот, соответственно, что нужно сделать? Это выложить отметку этого подкаста, отметить Иру, Ира Подрез, отметить меня, Саша Митрошина. Я, кстати, выборочно репощу часть отметок, которые приходят. Я тоже, кстати, много репощу. Да, да, потому что мне очень нравится, я обожаю вот этот процесс, когда... Ну, энергообмен, ты правильно сказала. А мне в целом приятно, я читаю, и это как будто для меня такой, знаешь, момент, что то, что я делаю, я делаю не зря. Да, мне очень сильно. И люди такие, типа, блин, Ир, это было ценно, это было важно. Я такая думаю, блин, бывает даже так, что, знаешь, я устала где-то, такая думаю, блин, ну не зря, Ир, посмотри, сколько ты дала пользы. Да и люди действительно это берут, это прям меняют. Я такая думаю, ладно. В следующий раз, когда мне что-то впадло дело, что-то снимать, и я собираюсь, такая думаю, Ира, это ладно. Правильно, кстати, есть такой эффект. Мне кажется, там какой-то жесткий дофамин просто вырабатывается на эти отметки. Потому что я тоже, знаешь, я запишу подкаст, потом какое-то время, пока он не вышел, я такая, ну вот, да, я записала, ну подкаст, подкаст. Потом начинаются отметки, и там просто люди такие, о боже, я там вот это понял, вот это понял, вот это. Я такая вижу, что люди берут, и сказалось бы, там просто какой-то беседы. И я такая, так я, получается, что-то делаю значимое для людей. И поэтому мне всегда вообще не впадут, там кучу отметок сделать, кучу репостов. Это роняет охваты. Но мне как бы в целом посрать в этот момент, если честно, потому что, ну, короче, есть какая-то радость. Ладно, короче, мы это к чему? К тому, что делайте отметки, бот вам пришлет ссылку, плюс еще айфончик 15, да? Да. 15 айфончик кому-то из вас отправится. Я думаю, что через неделю после выпуска мы это сделаем, объявим у нас на канале подкаста. Ссылка на канал подкаста тоже есть в описании. И ждем ваши комментарии, ждем вашу обратную связь с нетерпением. Все, с вами была Саша Митрошина. До новых встреч. И расскажешь пару слов тоже. Я просто хочу сказать, что все, что вы задумываете, это может быть реализовано в ближайшее время. Поэтому представьте, что вот тот огромный период, который вы себе на это отводите, он может сократиться, и вы этим будете обладать уже очень скоро. Вот, если просто начнете делать то, что ведет к этой цели. Поэтому, Саша, спасибо тебе большое за интервью. Это было реально суперклассная беседа. Мне кажется, что много полезного мы обсудили, фундаментального. Что правда, если вы это именно внедрите, почему в бизнес-кубе хочется внедрять? Потому что нет смысла смотреть и ничего не делать. Попробуйте одно действие. Допустить, что то, что мы сегодня обсуждали, это работает. Спасибо большое. Спасибо тебе. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok